Каждый день мы ходим по ее поверхности, дышим ее воздухом и потребляем ее дары. Но очень редко мы задумываемся о ней как о нашей единственной защитнице от внешних опасностей, которые буквально окружают со всех сторон. Ведь наша родная планета — это не только место нашего обитания, это буквально часть нас самих, ровно как и все мы — ее составляющие. Считается, что Земля образовалась около 4 миллиардов 567 миллионов лет назад. Путем аккреции из протопланетного диска, дискообразной массы газа и пыли, оставшихся от образования Солнца. Вулканическая дегазация создала первичную атмосферу планеты, но в ней почти не было кислорода, и она была бы токсичной для людей и современной жизни. Большая часть Земли была расплавленной из-за активного вулканизма и частых столкновений с другими космическими объектами. Предполагается, что одно из таких крупных столкновений привело к наклону земной оси и формированию Луны. Со временем такие космические бомбардировки прекратились, что позволило планете остыть и образовать твердую кору. Доставленная на планету кометами и астероидами вода сконденсировалась в облака и океаны. Земля стала пригодной для жизни, а самые ранние ее формы обогатили атмосферу кислородом. По крайней мере, первый миллиард лет жизнь на Земле существовала в малых и микроскопических формах. А около 580 миллионов лет назад возникла сложная многоклеточная жизнь. И во время кембрийского периода она пережила процесс быстрой диверсификации в большинство основных типов. Около 6 миллионов лет назад от гоминидов отделилась линия гоминини, что привело к появлению шимпанзе и в дальнейшем к современному человеку. Оговоримся, что точно о том, как появилась жизнь на нашей планете, мы сказать не можем. Кто-то склонен к теориям о базовых свойствах частиц и так называемого углеродного шовинизма, а кто-то ссылается на невозможность ввиду чрезвычайно ничтожной вероятности появления тех самых свойств самих по себе и апеллирует к направленной высокоорганизованной программе, заложенной на базе неизвестных нам основ. Как бы то ни было, этот вопрос еще будет рассмотрен учеными не один раз. При наблюдении Земли из космоса первое, что бросается в глаза — океаны жидкой воды. С точки зрения площади поверхности океаны покрывают примерно 70% от Земли, что является одним из уникальнейших свойств нашей планеты. Подобной атмосфере Земли наличие жидкой воды является необходимым критерием для поддержания жизни. Ученые полагают, что впервые жизнь на Земле возникла 3,8 миллиарда лет назад, и именно в океане, а возможность передвигаться по суше появилась у живых существ намного позже. Планетологи объясняют наличие на Земле океанов двумя причинами. Первой из них является сама Земля. Существует предположение, что во время формирования Земли атмосфера планеты смогла захватить большие объемы водяного пара. Со временем геологические механизмы планеты, в первую очередь ее вулканическая активность, выпустила этот водяной пар в атмосферу, после чего в атмосфере этот пар сконденсировался и упал на поверхность планеты в виде жидкой воды. Лед, который преобладал в их составе и образовал существующие на Земле водоемы. Поверхность планеты постоянно изменялась в течение сотен миллионов лет. Континенты появлялись и разрушались. Перемещались по поверхности, периодически то собираясь в суперконтинент, то расходясь на изолированные материки. Так, около 750 миллионов лет назад раскололось единое родение. Затем ее части объединились в Паннотию, 600-540 миллионов лет назад. А затем в последний из суперконтинентов, Пангею, который распался 180 миллионов лет назад. Несмотря на то, что большая часть поверхности Земли расположена под ее океанами, сухая поверхность имеет много отличительных черт. При сравнении Земли с другими твердыми телами в Солнечной системе, ее поверхность разительно отличается, так как на ней нет кратеров. По мнению планетологов, это не говорит о том, что Земля избежала многочисленных ударов малых космичных тел, а скорее указывает на то, что доказательства подобных воздействий были стерты. Возможно, существует множество геологических процессов, ответственных за это, но ученые выделяют два наиболее важных – выветривание и эрозия. Считается, что во многом именно двоякое воздействие данных факторов повлияло на стирание с лица Земли следов от кратеров. Так, выветривание ломает поверхностные структуры на более мелкие куски, не говоря уже о химических и физических способах атмосферного воздействия. Примером химического выветривания являются кислотные дожди. Пример физического выветривания – истирание русел рек, вызванное породами, содержащимися в проточной воде. Второй же механизм – эрозия – по своей сути является воздействием на рельеф, движением частиц воды, льда, ветра или земли. Таким образом, под воздействием выветривания и эрозии были стерты ударные кратеры на нашей планете, за счет чего были образованы некоторые особенности рельефа. Также ученые выделяют два геологических механизма, которые, по их мнению, смогли сформировать поверхность Земли. Первым таким механизмом является вулканическая активность – процесс выделения магмы, расплавленной породы, из недр Земли через разрывы в ее коре. Возможно, именно по причине вулканической активности земная кора была изменена и были сформированы острова. Наглядным примером являются Гавайские острова. Вторым механизмом определяют горообразование или образование гор в результате сжатия тектонических плит. И если мы заговорили о тектонических плитах, то нельзя не упомянуть о землетрясениях, которые тоже влияют на облик ее поверхности. Кстати, самая сильная дрожь Земли за всю историю наблюдений, моментной магнитудой 9,5, что является максимальным значением по шкале Рихтера, произошла 22 мая 1960 года в Чили. Подобно другим планетам земной группы, Земля состоит из трех компонентов – ядра, мантии и коры. В настоящее время наука уверена, что ядро нашей планеты состоит из двух отдельных слоев. Внутреннее ядро из твердого никеля и железа и наружного сердечника из расплавленного никеля и железа. При этом мантия представляет собой очень плотную и почти полностью твердую силикатную породу. Ее толщина составляет примерно 2850 километров. Кора также состоит из силикатных пород и разнится по своей толщине. В то время как континентальные диапазоны коры составляют от 30 до 40 километров в толщину, океаническая кора намного тоньше – всего от 6 до 11 километров. Кстати, если можно было бы пробурить сквозь землю тоннель и прыгнуть в него, то падение длилось бы около 42 минут. Плотность Земли выше любой другой планеты – 5515 грамм на кубический сантиметр. Еще одна отличительная черта Земли относительно других планет земной группы – это то, что ее кора делится на холодные, жесткие плиты, которые опираются на горячую мантию, расположенную ниже. Кроме того, эти пластины находятся в постоянном движении. Вдоль их границ, как правило, осуществляется сразу два процесса, известных как субдукция и спрединг. Во время субдукции две пластины вступают в контакт, производя землетрясение, и одна пластина наезжает на другую. Второй процесс представляет собой разделение, когда две пластины отходят друг от друга. Одним из необходимых условий для существования жизни на Земле, без сомнений, является ее атмосфера. Она состоит из примерно 78% азота, 21% кислорода и 1% аргона. Также в составе есть совсем незначительное количество двуокиси углерода и других газов. Примечательно, что азот и кислород необходимы для создания дезоксирибонуклеиновой кислоты и производства биологической энергии, без которой невозможно существование жизни. Кроме того, кислород, присутствующий в озоновом слое атмосферы, защищает поверхность планеты и поглощает вредное солнечное излучение. Любопытно то, что значительное количество кислорода, присутствующего в атмосфере, создается на Земле. Образуется он в качестве побочного продукта фотосинтеза, когда растение превращает углекислый газ из атмосферы в кислород. По существу это означает, что без растений количество углекислого газа в атмосфере было бы гораздо выше, а уровень кислорода значительно ниже. С одной стороны, если уровень углекислого газа повысится, вполне вероятно, что Земля будет страдать от парникового эффекта, как на Венере. С другой стороны, если процентное содержание углекислого газа станет даже немного ниже, то уменьшение парникового эффекта привело бы к резкому похолоданию. Таким образом, текущий уровень углекислого газа способствует идеальному диапазону комфортных температур от минус 88 до 58 градусов Цельсия. Как известно, наша планета находится в гигантском облаке смертоносных частиц, идущих от Солнца и от всей галактики в целом. И мы живем на этой планете потому, что данные частицы на нас не обрушиваются. Сильное магнитное поле Земли заставляет их огибать ее и исследовать дальше в космос. Притом мощный солнечный ветер как бы сплющивает магнитосферу с той стороны, которая смотрит на светило. Но даже при этом она простирается на 70 тысяч километров — это добрый десяток радиусов Земли. А с другой стороны магнитное поле образует и вовсе исполинский шлейф на пару сотен земных радиусов. В 1905 году Альберт Эйнштейн назвал этот вопрос одной из главных загадок физики 20 века. Надо признать, спустя 100 лет нельзя сказать, что она разгадана окончательно. Мы знаем, что магнитное поле возникает там, где есть электрический ток. Значит, планета Земля представляет собой гигантский электрогенератор. Спрашивается, как в недрах возникает это электричество. До сих пор мы были уверены, что в ядре. Оно состоит из двух частей. Внешней жидкой оболочки из расплавленного железа и сердцевины. Она тоже железная, но из-за неимоверного давления твердая. И вот при взаимодействии твердой и жидкой частей возникает теплообмен. Конвективные потоки и, как следствие, электричество. Как известно, железо прекрасно проводит ток. Так что все сходится. Впрочем, как выясняется, все да не все. Дело в том, что сердцевина стала твердой сравнительно недавно. Полтора миллиарда лет назад. Французские ученые заявили, что нижний слой земной мантии оставался жидким примерно пару миллиардов лет. Сейчас, надо сказать, мантия почти твердая. Опять же, из-за давления. Лишь в самой верхней части остается вязкая магма, которая иногда вырывается на поверхность из жертв вулканов. Проблема в том, что даже в виде пластичной жижи мантийное вещество всегда считали очень плохим проводником электричества. Но дело в том, что тестировать его где-то в лаборатории это совсем не то, что понаблюдать за ним в недрах Земли. Поэтому ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили все выяснить самым, вероятно, продвинутым на сегодняшний день способом. Путем вычислений, основанных на принципах квантовой механики. Это позволило смоделировать поведение вещества не здесь, на поверхности, а именно у самого земного ядра. Так вот, выяснилось, что на такой глубине мантия вполне себе электропроводна. Во всяком случае, динамо поддерживать может. Значит, именно мантия изначально защищала Землю своим покрывалом. И без нее жизни на планете могло и не быть. А вот еще немного интересных фактов о магнитном поле. Полярное сияние возникает вследствие резкого изменения магнитного поля. Географический полюс Земли не совпадает с магнитным. Скорость смещения магнитных полюсов растет с каждым годом. Это приводит к тому, что постоянно необходимо корректировать навигационные системы, использующие магнитное поле. Намагниченные много лет назад ферримагнитные породы сохраняют частично или полностью остаточную намагниченность. Также было замечено, что подмагничивание почвы ускоряет рост растений. Изменения геомагнитного поля Земли непрерывны. Впервые Земля была сфотографирована из космоса в 1959 году аппаратом Explorer 6. Первым человеком, увидевшим Землю из космоса, стал в 1961 году Юрий Гагарин. А экипаж Аполлона-8 в 1968 году первым наблюдал восход Земли с лунной орбиты. Из открытого космоса и с внешних планет, расположенных за орбитой Земли, можно наблюдать прохождение Земли через фазы, подобные лунным. Так же, как земной наблюдатель может видеть фазы Венеры, открытые Галилео Галилеем. Земле требуется примерно 365 дней для того, чтобы сделать полный оборот по орбите вокруг Солнца. Длина нашего года связана в значительной степени со средним орбитальным расстоянием Земли, которое составляет 1,5 на 10 восьмой степени километров. При таком орбитальном расстоянии солнечному свету требуется в среднем около 8 минут и 20 секунд для достижения поверхности Земли. При орбитальном эксцентриситете орбита Земли является одной из самых круговых во всей Солнечной системе. В результате интенсивность солнечного света на Земле остается практически неизменной круглый год. Тем не менее, положение Земли на своей орбите определяет тот или иной сезон. Наклон оси Земли составляет приблизительно 23,45 градуса. При этом Земле требуется 24 часа для того, чтобы завершить один оборот вокруг своей оси. Это самое быстрое вращение среди планет земной группы, но немного медленнее, чем у всех газовых планет. Относительно большой природный спутник Земли, Луна, больше по отношению к своей планете, чем любой другой спутник в Солнечной системе. Во время программы Аполло с поверхности Луны были доставлены на Землю горные породы. Радиометрическая датировка этих пород показала, что возникла Луна, по крайней мере, через 30 миллионов лет после того, как Солнечная система была сформирована. Новые данные свидетельствуют о том, что Луна сформировалась еще позже, спустя 70-110 миллионов после возникновения Солнечной системы. Сегодня мы рассмотрели нашу родную планету лишь с одной стороны, охватив малую долю известных на данный момент фактов. Наверное, если постараться объединить все знания о Земле в один ролик, то смотреть его можно было бы всю жизнь. Но в этом многообразие нашей планеты и есть вся ее красота, которую мы с вами должны суметь сохранить. Субтитры создавал DimaTorzok